Федеральные деньги на развитие агропромышленного комплекса получит и Ненецкий округ, в частности, на поддержку северного оленеводства. В 2016 году из федерального бюджета будет выделено 83 миллиона рублей. Эти средства в том числе направят на программы по предоставлению субсидий на возмещение части затрат. А сами механизмы субсидирования в следующем году претерпят изменения. Об этом сообщил начальник управления агропромышленного комплекса торговли и продовольствия округа Сергей Киселев на отраслевом совещании аграриев. Изменения частично коснутся условий предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства. В частности, с 2016 года будут введены новые фиксированные ставки. Так, в реализации мяса оленина и субпродуктов первой категории для последующей промышленной переработки ставка субсидий за один килограмм продукции составит 150 рублей. В реализации мяса и субпродуктов прочим потребителям региона 40 рублей. Субсидия для мяса оленины, реализованные владельцами частных оленей, для промышленной переработки составит 75 рублей. Будет рассчитан, исходя из объемов реализации мяса оленины с заявленными хозяйствами и предполагаемой ставкой субсидирования без учета транспортных расходов. Что касается последней статьи, то в следующем году она будет рассматриваться как отдельный вид субсидирования, при этом изменится расчет размера возмещения. Ранее размер субсидирования составлял 80% от фактически произведенных затрат и 20% составляли затраты хозяйства. В принципе, в этом году, на следующий год мы приходим к такому же паритету, но предполагается доля предприятия на вывоз одного килограмма продукции установить в размере для авиатранспорта 20 рублей, а для наземного транспорта 7 рублей. В целом, на поддержку оленеводства в следующем году предусмотрено более 300 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. В конце октября оленеводов округа ждет большая работа. В Ненецком округе стартует убойная кампания. Первыми ее начнут «Красный октябрь» и СПК «Харп». Подготовка хозяйств идет в плановом режиме, сообщили представители департамента. В кампании этого года планируется задействовать не менее двух новых убойных пунктов – в СПК «Пусть Ильича» в Харивере. Его планируют запустить к началу убойной кампании. Также специалистами мясопродуктов в начале ноября будет протестирован убойный пункт в Несим. По данным оленеводческих хозяйств, убойный контингент этого года составит 34 650 голов, а также 5850 голов из частных хозяйств. В период убойной кампании будет заготовлено 1355 тонн оленины. Из них 950 тонн отправятся на промышленную переработку, 405 тонн – прочим потребителям. Для справки, в кампанию прошлого года фактически на убой было направлено всего 34 700 голов и получено 1081 тонна мяса. Недостаток в сырье в этом году ощутили на ридмарские мясопродукты. «Заготовлено было всего 650 тонн оленины. Дефицит составил 111 тонн. Недостающее сырье восполняли говядиной и свининой. Покрыть дефицит сырья удалось только на 50%, отметила директор предприятия Тамара Критская». «Предприятию необходимо 1000 тонн оленина. Если предприятие будет располагать необходимым объемом мясного сырья, то потребность потребителей будет удовлетворена как в количестве, так и в ассортименте». Спрос на оленину во всех ее видах растет год от года, отметили участники отраслевого совещания. Поэтому первоочередная задача отрасли – увеличивать поголовье. По информации руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Олега Белака, сегодня в округе насчитывается более 180 тысяч северных оленей. Крупного рогатого скада в регионе намного меньше – всего 1500. Из них – 680 коров молочного стада. Эту сферу сельского хозяйства государство также активно поддерживает. С июля прошлого года в округе был введен новый механизм субсидирования предприятий, производящих молочную продукцию. Субсидия рассчитывается как на произведенную, так и на реализованную продукцию по фиксированным ценам. В конечном итоге данный механизм у нас позволил решить сразу три основных проблемы. Во-первых, население региона получило возможность вместо привозной продукции, мы знаем, как оно качество, то есть пастеризованное, в основном, если касается какего и молокажа. Получить это местное, высококлассное продукт. Во-вторых, снижение цен позволило увеличить объем реализации молочной продукции. В-третьих, наши хозяйства получили возможность осуществлять эту осуществительность без выплат. О преимуществах господдержки говорят и показатели. Валовое производство молока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 95 тонн. Отмечу, что на поддержку животноводческой отрасли в части субсидирования в 2015 году было направлено 317 миллионов рублей. Еще одно из приоритетных направлений, требующих развития, это рыболовство. Потенциал региона – более 800 тонн рыбы разных пород ежегодно. Сегодня этот объем полностью не реализован, а значит, властям округа, а главное, рыбакам, есть над чем работать, отметил Олег Белак. Потенциал в развитии и большие перспективы есть и у тепличного хозяйства. Сегодня выращиванием овощей в округе занимается тепличный комбинат. К концу 2015 года планируется, что на предприятии будут завершены работы по модернизации старой котельной, то есть по большому счету установка новой котельной, что позволит подключить к отоплению новой ситуации. И у предприятия появится возможность в ближайшей перспективе расширить как ассортимент продукции, так и обеспечить город овощами и зеленью в круглые годы. Несмотря на положительную динамику и растущие объемы производства продукции всех отраслей АПК, хозяйства не могут полностью обеспечивать потребности региона. К такому выводу пришли участники отраслевого совещания. Чтобы изменить ситуацию, необходимо приложить максимум усилий для развития молочного скотоводства, оленеводства и тепличного комплекса. Глава региона, в свою очередь, добавил, что одной из главных составляющих успешного развития АПК является подготовка кадров. Поэтому уже со следующего учебного года образовательные учреждения региона должны начать подготовку профессиональных кадров для работы в сельском хозяйстве.